Сергей, мне нужно прояснить ситуацию, потому что я в ужасе дал даже интервью, сказал, что полная оккупация Украины не исключена. Позиция демократно странная, Вайден заявляет, что его сдерживают неточное повторение того, что было, когда год назад почти он говорил о том, что его европейцы сдерживают. Я, честно говоря, напуган ситуацией и считаю, что она очень опасна и обращаюсь к вам как пессимист к оптимисту. Хотя вы, наверное, знаете этот анекдот, что когда пессимист говорит, что все плохо, оптимист говорит, может быть, еще хуже. Ну, кстати говоря, примерно такой же вот оптимист, поэтому, ну, как, какое у вас ощущение последних? Ощущения плохие. Я не думаю, что ситуация столь плоха, что будет оккупирован в ближайшее время Киев, то есть так вопрос не стоит, мне кажется. То есть вероятность такого события на сегодняшний момент очень невысока. Вероятно, но невысока. Больше всего, что меня расстроило в этой ситуации, искренне расстроило, я второй или третий день ухожу под впечатлением, это то, что год, полтора года я и мои соратники вели борьбу за увеличение помощи Украине, считая, что такое увеличение возможно. Я был глубоко убежден, что ситуация, когда Украина не производит свое выражение в товарных количествах, а Байден поставляет миллиард в месяц, и Западная Европа поставляет примерно столько же, это не приведет к победе. То есть текущая ситуация к победе не приводит, не хватает оружия, это очевидно. Сегодня у нас октябрь, контрнаступление началось, как мы помним, 5 июля, июня, то есть июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, сегодня юбилей контрнаступления. И единственная причина, не единственная, но существенно важная причина, почему контрнаступление не развивается так динамично, как все ожидали, это отсутствие вооружения как в качестве, так и в количестве. И вот вся моя деятельность была направлена на давление, лоббирование, работу в том, чтобы поднять этот объем поставок, и вот это точно ушло за горизонт. То есть вот то, что можно сказать совершенно с высокой долей вероятностью, ожидать увеличения поставок вооружения в ближайшее время на сегодняшнем политическом театре, ну практически маловероятно. Соответственно, мы встречаем два возможных сценария. Сценарий первый, это полное отсутствие поддержки Украины, в каком состоянии мы сейчас находимся. То есть я не говорю, что это надолго, я не говорю, что это навсегда, но я говорю о том, что на сегодняшний момент закон о ленд-лизе не подписан, то есть он планируется к подписи, но еще не подписан. То есть ленд-лиз закончился фактически. Украине осталось несколько миллиардов помощи по запасам прошлого года, которые Байден не потратил, и идут сейчас легальные баталии, а может ли он это тратить. Сейчас я перед нашим интервью в прессе смотрел, как развивается эта легальная баталия. И, по сути говоря, у Украины нет никаких финансовых обязательств со стороны Соединенных Штатов на текущий момент. Хочу подчеркнуть, на текущий момент. Завтра это может поменяться. И меня больше беспокоит эта ситуация, заканчивая этот сегмент, что не светит увеличение. То есть дай бог, чтобы было то малое, что есть, а тогда как будет развиваться событие в ближайшие месяцы, и может быть год. Вот так я вижу эту ситуацию. Но тут есть еще один момент очень важный, который мы должны учитывать. Это распроизводство вооружений в России и расширение контактов. И похоже, что через Северную Корею налажен поток из Северной Кореи и из Китая. И похоже, что Иран, ну просто количественно, очень увеличивает помощь России. И меня вот эта часть проблемы очень сильно волнует, потому что санкции никто не налагает ни на Китай, ни на Северную Корею, ни на Иран. И в общем даже разговоров об этом нет. Они полноценные участники военных действий. Вот шахиды эти каждый день бомбят территорию Украины. И разговоров о какой-то ответственности, виновности никто не ведет. Я не вижу эту ситуацию. Во-первых, я не согласен, что они являются участниками военных действий. Также не являются участниками военных действий Америка, несмотря на то, что она поставляет огромное количество вооружений. То есть поставка вооружений означает участие в военных действиях. Идет война, идет война между добром и злом. Идет война между будущим и прошлым, как угодно вы назовите. И есть страны-ренегаты, отморозки. Вот слово ренегат лучше бы все произвести на русский клей. Отморозки, им все равно. То есть и на Иран, и на Северную Корею давно наложили все санкции. Там просто клейма ставить некуда. Им все равно. А Китай, благодаря политике американского правительства, давно и прочно, стал незаменимым. Мы не можем наложить никакие санкции на Китай. Ну, потому что мы от них экономически сильно зависим. То есть мы слишком хорошо с ними лежим в постели. То есть отказаться сейчас от товаров, производимых в Китае, наложить какое-то эмбарго, какие-то санкции, это практически, ну, по крайней мере, не для Байдена. Трамп еще там мог это сделать, а Байден это сделать точно не сможет. И, соответственно, единственный способ, или единственный шаг, который же может предпринять западный мир, то есть идет борьба западного мира с этими странами. Россия, Иран, Ирак и Китай. То есть три из них, две из них коммунистические раны, Китай и Корея северная, а две деспотии. Одна религиозная, вторая нерелигиозная. То есть вот идет война демократии с деспотическими странами. И эта война идет на территории Восточной Украины, родом из которой я так случилось, происхожу. Вот, и все мои предки туда происходят. И единственное, что может сделать Запад, это использовать ту карту, которая есть, она на Западе. Это технологическое превосходство и экономическое богатство. И победить в этой войне, завалив Украину оружием. Украинцы готовы им пользоваться и защищать свою страну. И это единственное, как мне представляется, что может сделать Запад. Все эти санкции в данном текущем варианте, они не работают. Ну, Россия это показала. Иран это показал. На санкции на Иран наложились, если не ошибаюсь, 80-го года. Ну и что? Но они были очень эффективны. Они были сняты ведь после того, как Трамп отошел от власти. Ну, Иран сейчас производит вооружение, Иран сейчас производит ракеты, Иран на грани произвести свое собственное ядерное оружие. То есть санкции не работают. Работают в данной ситуации. Мы уже давно перешли из области мирной политики. Мы перешли в область войны. Идет военная конфронтация, гибнут люди. Гибнут люди, стреляют пушки и танки. Идет война. И в этой войне, если Запад не выиграет, то Запад проиграет. Тут нет промежуточного состояния. Скажите, пожалуйста, а вы когда говорите «Запад», вы же понимаете, наверное, что в этой войне Соединенные Штаты, ну вот демократическая администрация, она не в полной мере на стороне Запада. Она является таким сдерживающим элементом. Причем это же видно вот по тому, как складываются соотношения сил в НАТО, даже внутри НАТО. Восточный блок сегодня существует. Во главе с Украиной или с Польшей, это не важно. И Западный блок во главе с Соединенными Штатами, который демонстративно и очень активно сдерживает поставки вооружений, ну фактически выступает на стороне Путина, на стороне Ирана, на стороне Северной Кореи. Ну, я понимаю, что это не так, и так говорить нехорошо. Но де-факто это именно так. По-моему, мы давно переехали в борьбу наших слоников и осликов, о которой, надеюсь, мы поговорим еще сегодня. И мы сейчас находимся в совершенно гораздо следующего уровня борьбе. Борьбе, это борьбе западно-либеральной демократии и тоталитарных режимов. То есть сейчас идет испытание мирового уровня, какой способ правления эффективнее. То есть если отойти от наших мелких, там Кевина в карте убрали, Трамп сказал, Байден сказал, подняться немножко на ситуацию на воздушном шарике и посмотреть, что происходит на планете, то на планете идет война, которая закончится решением, какой способ политического управления более эффективный. Последствия этого решения, это будут всемирные решения, определяют развитие цивилизации на ближайшие столетия. То есть, как ни странно, происходят очень серьезные вещи, и при этом, если говорить о нашей внутренней политике, мне представляется ситуация следующим образом. Я хочу быть, насколько объективен, насколько могу, не зирая на мою, естественно, симпатии республиканской партии. Существует крыло республиканцев, которые хотят прекратить любые поставки. Оно очевидно существует. Они голосуют. За последнее голосование 109 республиканских конгрессменов проголосовали против любой помощи Украине. То есть, из 438 конгрессменов 109, примерно четверть республиканцев, все республиканцы, которые помогать вообще не хотят. То есть, без вопросов. Это одна политическая сила. Они естественным образом отражают интересы некоторых избирателей. В Америке существует до 35% американских избирателей, которые также считают. Но было бы странно, если в стране с развитой демократией народ считал одно, а правительство не выражало интересы народа. То есть, все совпадает, все работает, все так и есть. Соответственно, существует другая прослойка, это демократы. Демократы, в отличие от республиканцев, гораздо более дисциплинированная партия. Ну, всегда так было, со времен еще Владимира Ильича Ленина. То есть, у них есть партийная дисциплина. И, несмотря на то, что в демократической партии существует, я оцениваю, процентов 20, которые Украине помогать не собираются, тем не менее, партийная дисциплина заставляет голосовать за помощь Украины. Но лидер этой партии, президент Соединенных Штатов Байден, по причинам, которые мы сто раз обсуждали, не хочется терять на это время, поставляет неадекватное количество оружия для решительной и эффективной, то есть малокровной победы Украины, поставляет ровно столько, чтобы эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Вот это вторая. И существует третья сила. Это оставшиеся 55-60% республиканской партии, ну, допустим, не все 55%, но те же примерно 40% республиканской партии, которые считают, я принадлежу к этой категории, что идет existential, никогда не могу по-русски сказать, экзистенциональная, то есть борьба за выживание западного мира, борьба за выживание западной идеологии, идеологии правления демократического против идеологии правления тирана. То есть есть тиран, в Китае есть тиран, в Корее есть тиран, группа тиранов есть в России, группа тиранов есть в Иране. То есть идет вопрос, какая из этих моделей правления более эффективна, если мы не покажем, я повторяю себя, что это так считает оставшаяся часть республиканцев. И мне так представляется, что наша сегодня политическая карта, вот так она разложилась, очень странно, что ситуация зашла в тупик. Ситуация зашла в тупик. Знаете, вы правильно сказали, я согласен, что на эту ситуацию надо смотреть сверху, с шарика, вот в этот шарик зачем-то опустили, и, говорите, зашла в тупик, не желая, видимо, обидеть демократическую партию, потому что, я повторюсь, демократическая партия в этом противостоянии не находится в полной мере на стороне Запада. Демократическая партия хочет сотрудничать, находится в постоянных переговорах с Путиным. Бернс, остальные, они просто, по-моему, не вылезают из Кремля. И началось это до войны еще, до начала войны, 24 февраля. Вы уверены, что социалисты, демократическая партия, хотят в этом противостоянии победить? Они хотят оставить все так, как было? Тут, если вы уходите в эту область, моя точка зрения, значит, следующее. Демократы, как физические люди, которые меня окружают, у меня члены семьи, я реальный демократ, у меня много друзей, я живу в Калифорнии, они, безусловно, не хотят власти, тирании, диктатуры, тут нет сомнений. Демократические политики, ну, то есть их чиновничий аппарат, и вообще любой чиновничный аппарат, вот вся вот эта вот верхушка социал-демократии, она склонна к диктаторству и тирании, что показал коронавирус. Ну, посмотрите, как нами управляли за эти два года коронавирус. Соответственно, верхушка демократической партии, безусловно, идеологически, на стороне любого, любой тирании, потому что это их будущее, они мечтают об этом. Они завидуют об этом, они хотят быть как там. Они хотят, чтобы у них была полная абсолютная власть. Любой бюрократ, если он не аморален, но хочет власти. Вот Зеленский недавно заявил, что ему не хватает власти, вот все хорошо, но власти у него мало. Вот у Путина много власти, а у Зеленского мало, поэтому ему нужно добавлять власти. То есть любой бюрократ хочет завершения своей власти, и когда я говорю о моем демократах, тут надо разделять. Демократы – это человек, который работает вице-президентом компании «Оракол», и он демократ, он платит им деньги, но который считается либералом, и который в холодном сне, поэтому Трампа не наявить, потому что мы объяснили, что Трамп хочет заперевать власть. Или демократ, который наверху, и который хочет найти любой способ, вот я привожу пример коронавируса, чтобы увеличить свою власть над обществом. Вот, поэтому, да, демократическая партия – верхушка ее элита, ее политическое правительство, как часть республиканской партии в том числе. То есть существует достаточно большая часть республиканской партии, которая использует республикан со своей риторики, а на самом деле они просто там для того, чтобы получить власть, увеличить свою власть. И для них все вот эти вот диктатуры, все эти авторитарные решения – это их будущее, они так хотят. На самом деле мы с вами мягко можем перейти к проблеме Маккарти, который, по всей видимости, попробовал использовать свою власть для того, чтобы принимать самостоятельные решения. Это главная претензия к нему, то, что он начал переговоры с демократической партией, не поставив об этом в известность своих однопартийцев. И возникает очень нестабильная ситуация. Я сейчас был в Даунтауне, в крупной компании, телевизор, и огромный телевизор, и на нем выступает Байден, который говорит хаос в Конгрессе. Именно в такой формулировке. Насколько это опасно? Насколько это хаос? Или это… У меня вообще возникает ощущение, что это нормальный демократический процесс, и демократам это не нравится, потому что нету такого стопроцентного, стопроцентной управляемости. Хороший, интересный вопрос. Значит, да, безусловно, мне представляется это хаосом. То есть давайте мы поговорим де-факто и де-юро. Да. Где-юро, у нас должно быть маленькое государство, которое практически, центральное, федеральное, ничего не решает. Большая часть решений принимается в Штатах на местах. И от того, что центральное правительство там не хочет работать, у них там закончились деньги, вообще-то это не должно никого волновать. Это так, как была составлена Конституция, так, как жила Соединенные Штаты Америки до правительства Рузвельта, до 30-х годов прошлого века. Сейчас де-факто центральное правительство превратилось в огромного монстра, ну, огромнейшего. Соответственно, сейчас, если завтра объявят шатдаун, вот то, чего хотел Мэтт Гейтс, то у нас не взлетит ни один самолет. Просто Air Traffic Control, организация, которая следит за перемещением самолетов в пространстве, она почему-то государственная. Почему, я не знаю. Но так случилось. Соответственно, если мы им не платим, этим людям, эти люди не работают, соответственно, ни один самолет не взлетает. Ну, это вот то, что было бы 1 октября, если бы получилось так, как хотел Мэтт Гейтс. Кроме этого, ряд силовых аппаратов были бы не оплачены. Ну, то есть, это хаос. Это хаос. В современной ситуации, когда правительство взяло огромную власть, его не должно было быть. Потушить правительство, просто как выключить свет в туалете, нельзя. И требования такого рода являются безответственными, и большинство американских избирателей понимают безответственность этих требований. Соответственно, мы должны понимать ряд вещей. Вещь первая. Так устроена Конституция, что существует разделение властей, существует Сенат, существует Палата представителей, существует президентский офис, и существует Верховный суд. И это все разные инстанции, которые никак не влияют друг на друга. Они все между собой, никакой связи, давления нет. Соответственно, и так устроена игра. Ну, то есть мы ее не поменяем, эта игра называется «Американская Конституция». Соответственно, для того, чтобы произошли реформы, те, о которых говорит так пламенно Мэтт Гейтс, республиканцы должны получить, у нас уже есть, у республиканцев уже есть Верховный суд, нам не хватает теперь Сената и президентского кресла. И если это произойдет, мы можем сделать, если не наделаем штанишки, очень много позитивных для стороны перемен, и откатить назад то наслоение кошмара, которое было сделано со времен Рейгана. То есть Рейган был последний, который устроил чистку в доме, вынес шестеревку. Но для того, чтобы туда прийти, нужно играть по правилам игры. От того, что сейчас демократы, республиканцы, вместе с демократами, прогнали спикера палаты представителей, и сейчас американское правительство не может принять ни один закон от того, что бегает этот Мэтт Гейтс и кричит, что нужно было выключить правительство, и все на это смотрят как на сумасшествие. То есть большинство, за исключением радикальных 20% американского общества, ну имеется право радикальное, все на это смотрят как на сумасшедшее. То есть вопрос следующий, как вот то, что происходит, влияет на сердца и умы неопределившихся, независимых избирателей. Они будут голосовать за республиканцев после того, что мы сейчас устроили, или они будут голосовать за демократов. То есть в борьбе якобы за благое дело все, о чем говорит на словах Мэтт Гейтс, я подпишусь. Вот все, что он говорит на словах, я полностью согласен. Но то, что он делает и к чему это приведет, это приведет к антирезультатам. К антирезультатам. Сергей, вы знаете, вы сейчас повторили, я очень слежу за пропагандистской кампанией демократов. Абсолютно точно их точку зрения. Понимаете, в споре двух субъектов обычно выдвигаются две противоположные идеи, концепции, позиции. Вот в этом споре демократов и республиканцев были выдвинуты некоторые позиции, которые мы с вами поддерживаем. И эти позиции демократической партии приняты не были. Это касалось там мелких вопросов бюджетных, и это касалось крупных вопросов. Говорить, что значит, вот они такие злокозные, что это делается только из злокозненности республиканцами. Это пропагандистская кампания. Это делается, потому что демократы не идут ни на какие компромиссы. Потому что они уходят от власти, потому что кончается их власть, и они пытаются ухватить хотя бы что-то из последнего. Это, знаете, вот этот механизм филибастер, которым республиканцы обещали, ну, пытались, так сказать, шантажировать. Но это тоже можно называть, это и называется так, пиратская деятельность, филибастер. Вот. Но это способ политической борьбы. В этом противостоянии есть две стороны. Здесь не просто значит, республиканцы наносят ущерб Соединенных Штатам. Нет, я этого не сказал, я этого не сказал. Я говорю следующее. Демократическая партия, то есть ее лидеры, готовы уничтожить Соединенные Штаты. В прямом смысле. Нет ни малейшего сомнения. То, что они устроили с трансжендерными правами, это, ну, то есть если взять человека, там, усыпить его 10 лет назад, независимо какой партии, разбудить сейчас искомо и сказать, что сейчас происходит с трансжендерным движением, человек просто не поймет, откуда это взялось, и зачем это нужно, и почему это так. То есть еще 10, больше, в 10-м году, это не так давно, 2010-й год был не так давно. Болезнь называлась gender identity, то есть человек не разобрался, как он, и это лечили, это лечили. Сейчас в Америке больше полтора миллиона людей, которые поменяли свой пол, полтора миллиона. Есть страны, в которых полтора миллиона человек, или Эстония. То есть зачем это сделано, непонятно. То есть уровень человеческого несчастья, потому что большинство этих людей несчастливы, биологически несчастливы, у них уровень дипамина, серотонина очень низкий, они страдают. испытывают дисфорию, как сейчас принято говорить. Теперь это переименовали gender identity disorder, то, что называлось. То есть была болезнь, когда человек не понимал, какой у него пол. Так называлось gender identity disorder. Стала называться gender дисфория, и сейчас это единственная болезнь, которая мне известна, которой врачи должны абсолютно всегда согласиться с самодиагнозом. Если я приду к врачу и скажу, что у меня растет шестой палец, врач скажет, покажи, я не верю. А если я приду к врачу и скажу, что у меня растет пинус, а я девочка, врач скажет, да, сейчас пришлем. То есть это единственное заболевание, когда самодиагноз разрешен. В другой ситуации такого не бывает. Даже самодиагноз. И лечение болезни, во-первых, их лечат лекарствами, которые никогда не тестировались для лечения этих заболеваний. Все эти гормональные лекарства ими не тестировались никогда. То есть происходит какой-то кошмар и если убрать вопрос кто за это платит, за это платим все мы. Сейчас благодаря Обаму Кер это все оплачивает иншуранс. Ну откуда все это заложено? Страховка оплачивает. Страховку мы платим все мы. То они занимаются вот этим. Чему это привело эту тренжендерную проблему? В том, что а зачем? Ну они настолько сошли с ума, что они уже даже не понимают. То есть задать любому демократу вопрос, ну радикальному демократу, а зачем вы это делаете? Зачем кастрировать людей? Зачем это делать? Почему нельзя то небольшое количество лечить, которое раньше всегда это было? Вопроса вы не получите. То есть они сошли с ума и это надо остановить. Для того, чтобы это остановить, нам нужно хотя бы на два года, лучше на четыре, получить все звенья власти. Нам нужно откатить то огромное наслоение кошмара, которое было сделано при Обаме, в основном при Обаме. Если этого не произойдет, ситуация ухудшится очень резко, очень существенно, очень значительно. Для того, чтобы это произошло, нам нужно выиграть политически благосклонность независимых избирателей. Демократов вы не убедите, они будут голосовать даже за Байдена мертвого. Если Байден будет баллотироваться в гробу в белых тапочках, они будут за него голосовать. Тут сомнений нет. Но вопрос убедить независимых. Независимыми это собор бен-мамочки, то есть мамочки из пригорода, которым очень не хочется, чтобы их детям меняли гендер. Вот тут они выстрелили себя в ногу. Независимыми являются испаноговорящие, они большинстве сам католики. Им очень не нравится, чтобы их девочки и мальчики стали лесбиянками и гомосексуалистами. И вот на этих вопросах нужно получить власть и откатить. Первое, что нужно сделать, чего не делал никто, это вести систему ваучеров и забрать школьную индоктринацию наших детей в этих школах. Если мы не заберем школы у демократов, то это пех по эскалатору наверх, который идет вниз. То есть мы рожаем детей, мы их воспитываем, у нас забирают детей, просто забирают. Кукушкина модель. Им промывают мозги. Но еще есть университеты, кроме школ. Они уже приходят подготовлены. То есть нужно забрать школьную программу, нужно лишить любое федеральное финансирование любых университетов по всем темам, физическим, биологическим. Если этот университет занимается индоктринацией, то есть ты хочешь пропагандировать трансжендерное право, ты хочешь пропагандировать марктизм вперед за свои деньги. Ну, то есть свобода слова федеральных бюджетов. Университеты получают огромное количество федеральных грантов на исследования. То есть Джон Хапкинс не получит ни копейки, если Джон Хапкинс не прекратит читать марктизм своим детям. И это возможно и нужно сделать, и это паромаут. То есть это главная необходимость. Для того, чтобы это сделать, нужно выиграть благосклонность независимых избирателей. То, что происходит, не подвигает нас, несмотря на всю риторику, несмотря на все красивые слова к этому состоянию, нас это отодвигает. Следствие над Байденом остановилось, шло и остановилось. Новостной фокус теперь не на Байдене. У нас в стране скандал, у нас президент коррупционер. Об этом слово не сказано, потому что все новостные источники пестрят о том, что у нас в стране хаос. Ну, это быстро изменится. Я не очень понимаю, почему именно этот хаос вас волнует. Это происходило много раз. Опасность шадана и опасность экономического коллапса, технического. Я думаю, что это быстро закончится. Не-не-не, это закончится. Меня это волнует. Во-первых, никогда в истории Америки 250 лет, слава Богу, не было состояния, когда правящая партия прогнала самого собственного спикера палаты представителей. Это впервые. Но он обманул. Ну как, это же правильно все. Он взял на себя некоторые обязательства. Эти обязательства отказался исполнять. И то, что он исполнял, это шло в противоречии с концепцией так называемой справедливости. Но его турнули, по-моему, все справедливо, честно, нормально. Давайте перейдем к Трампу. Мне очень интересно ваше мнение по поводу того, что будет, если спикером будет избран Трамп. Потому что из тех кандидатов, которые сейчас есть... перейдем, что будет, если спикером будет Трамп, я хочу обратить ваше внимание, внимание ваших слушателей на то, что Кевин Маккарти был сторонником Трампа. То есть он поддерживал Трампа, индорс Трамп, и он был очень лоярен Трампу. В этой ситуации одно слово Трампа позавчера, когда это было? Позавчера, да, позавчера спасло бы ситуацию. Но Трамп красноречиво промолчал. Трамп издал твит, мне так не нравится, что республиканцев такой срач, но об этом был твит. Но его одно слово, что я отдаю свою поддержку Кевина Маккарти, прекратите этот срач, но только не голосовали, естественно, все бы поменялось. То есть подчеркиваю, что нет ни малейшего сомнения, что лояльность работает для Трампа в одну сторону. Кевин Маккарти поддерживал Трампа, Трамп не поддерживал Кевина Маккарти. Это надо зафиксировать. Очевидный также факт того, что республиканцы в Конгрессе очень много обещали перед выборами. Очень много. И импичменты, многое чего. И почти ничего не исполнили. Сейчас давайте поговорим и об этом. Давайте вспомним, что один из самых крупных увеличителей дефицита бюджета был Дональд Джей Трамп. За его 4 года правления Трамп увеличил дефицит бюджета почти на 7 триллионов долларов. Это факт. Это цифры. Я знаю. Трамп принципиально, подчеркиваю принципиально, об этом говорил слух, не собирался уменьшать социальные программы. У нас дефицит бюджета, потому что мы слишком много тратим денег неработающим слоям общества. Очень много социальных программ. Если мы не урежем социальные программы, мы обанкротимся. И Трамп никогда не был сторонником урезания социальных программ. это тоже нужно констатировать. Но это надо констатировать с учетом реальности, Сергей. А реальность была такова. У нас нет Сената, а Сената у нас нет, потому что большинство сторонников Трампа, поддержанные, ну, кандидаты в Сенат, от фракции Трампа не пошли в Сенат, они были слишком радикальны, они говорили все очень справедливо и правдиво, только их округа не выбрали, их штат. Если у нас нет Сената, то есть если бы у нас был и Сенат, и Конгресс, мы могли бы задать справедливый вопрос, почему не приняли Билл о закрытии границ. Билл о закрытии границ в Палате представителей был принят, а Сенат его не подписал. А почему Сенат его не подписал? Потому что у нас нет контроля над Сенатом, у республиканцев. А почему у республиканцев нет контроля над Сенатом? Потому что за всей этой мудрой риторикой, что лучше быть бедным и богатым, чем здоровым и богатым, чем бедным и больным. Ну, это все справедливо. Большое количество независимых избирателей на промежуточных выборах прокатили сторонников Трампа. То есть паттерн, то есть тренд повторяется. За всей этой красивой риторикой, которая отталкивает независимых избирателей, мы теряем власть, мы теряем власть, республиканцы не могут провести необходимые реформы, и в результате оказался кто? Кевин Маккартик, который, а что он мог сделать? Он же не царь и не король. Что он вообще физически может сделать? Этого не может сделать никто, и даже если Трамп будет спикером, тоже этого не сделает. Сегодня Марджер Террел Грин заявила, что Трамп закроет границы, как только он станет спикером, он закроет границы, он прекратит войну в Украине, он сократит дефицит. Ну, это же просто бред, это же просто идиотизм какой-то. Трамп этого не смог сделать, когда он был президентом. Трамп, будучи президентом, имея все ветви власти на первые два года своего правления, не смог это сделать. То есть не Трамп. Но он не смог этого сделать, потому что он находился в условиях пропагандистской кампании. Очень жесткой. Разговоры об импичменте начались сразу. 90 там с чем-то процентов средств массовой информации контролировались демократами. Он шагать мог. Согласен. Но не было сделано даже попыток. Смотрите. Если сейчас Трамп... Ну давайте поговорим, о чем идет речь. То есть параграф 1 статья 2 Американской Конституции говорит, что спикер палаты представителей должен быть выбран большинством палаты. Это не говорится о том, что это должен быть, может быть, не конгрессмен. Но там не сказано, что это должен быть конгрессмен. То есть теоретически, подчеркиваю, это беспрецедентно. За 250 лет истории такого прецедента, насколько мне известно, не было. Но теоретически Трамп может быть избранным, избран спикером палаты представителей. Но за 250 лет не было таких репрессий по отношению к бывшему президенту, таких, которые развивались вот сейчас против Трампа. 91 случай, который сегодня рассматривается в судах. 91 событие преступления. Понимаете, это же абсолютно высосано из пальца. Это более чем высосано из пальца. Это использование судебной системы для политического давления. Это банановая республика. Тут нет ни малейшего сомнения. Все 91 случай беспочвены и политически мотивированы. Тут нет ни малейшего сомнения. Демократы взорвались. То есть у нас с вами и у всех республиканцев одна цель. Вернуть нашу страну в то состояние, когда суды не преследуют политических оппонентов текущей власти. Если это произойдет, мы будем Россией. Я не хочу жить в России, я хочу жить в Америке. Нет. У нас разногласия в тактике достижения этой цели. Я говорю, что тактически нужно быть прагматичным и нужно играть по правилам и нужно завоевывать умы и сердца независимых избирателей. И значит по поводу Трампа. То есть Трамп может быть избран. Я не думаю, что это произойдет. Я не думаю, что это произойдет. Я бы хотел, чтобы это произошло в Америке. Мне это нравится. Это ну-ка в том анекдоте, который заканчивается фразой, анекдот не буду рассказывать. Ну во-первых, это красиво. То есть во-первых, это красиво. То есть Трамп получает иммунитет, он перестает ходить в этой среде, и он идет на выборы как спикер палаты представителей и бывший президент Америки. То есть это очень сильная позиция. За ту неделю, о которой мы не говорили, появилось несколько опросов населения, где показывают, что Трамп лидирует по некоторым до 10% отрыва по сравнению с Байденом. Демократы пытаются сказать, что это outliers, не знаю, как по-русски это называется. Но тем не менее Трамп лидирует. То есть все для республиканцев очень хорошо. Давайте не просрем. То есть мы, обладая практически очень хорошей картой, готовы проиграть игру. Зачем? Я этого не понимаю. То есть Трамп может стать спикером. Я смотрел вчера Алан Дершевиц, это ведущий адвокат, он на пенсию старый человек, но он один из ведущих легальных умов, и чем его мнение интересно, он демократ. Он вот старой формации демократ, то есть он не галтел этот социалист, а классический либеральный демократ вот от той формации. И у него нет никаких ни политических, ни идеологических оснований не критиковать Трампа, то есть его объективности я доверяю. То есть для меня он вот именно потому, что он с той стороны, и именно потому, что за свою объективность с ним практически перестала общаться вся его демократическая межпуха, то есть он реально его блокирует, блокирует, и он тем не менее продолжает на своем шоу рассказывать, как он это видит. Я ему доверяю, и его анализ, он гораздо лучше знает американскую конституцию, американскую историю, говорит о том, что этого не произойдет. Это его анализ. Окей. Вот. Еще один момент. Это не только иммунитет, еще так называемый индемнитет. То есть не только от судебных преследований, но и за действия свои не несет ответственности депутат. Это, ну, чуть-чуть другое, чем иммунитет. Это, ну, совершенно перекрывает все возможности для демократов продолжать репрессии против Трампа. То есть это было бы хорошо, если произойдет, но я не думаю, опять же, ссылаясь на Дершавица. А дальше мы попадаем в очень интересную ситуацию. А что он сказал-то? Я не видел его. А он Дершавица? Да. Он сказал в лоб, что это очень маловероятно, он считает, что он никогда не будет. Он там объяснял, почему и как, посмотреть это шоу, значит, ну, я ссылаюсь. То есть мы в территории, в которой никто никогда не находился. Этого никогда не было. То есть предположить... Именно поэтому это интересно. Вот. Но мы находимся в территории, то есть водах, в которых никто никогда не плавал. Ну, то есть мы там еще никогда не были. То есть я неплохо знаю американскую историю. Если прецедент, я могу сказать, ну, вот был такой прецедент, был такой прецедент, по-ведому, вот так это было. А тут никто ничего не знает. Американцы пожить, да, относятся к прецедентному праву. Хотя... Это основное наше право, это основное наше право. Прецедентное право, основное право, да. Значит, и, соответственно, существует, насколько я знаю, на сегодняшний момент, два возможных кандидата от республиканской партии на должность спикера. И, насколько стало известно, и тот, и другой заявил о том, что они хотят поменять возможность, как это звать, чтобы с ними не сыграли в ту же Леньку и Еньку, с которой сыграли с Кевином Маккарти, прежде чем они примут это предложение. То есть Кевин Маккарти очень сильно хотел стать спикером, поэтому его на этом подсекли. И эти говорят, ребята, ни за какие коврижки я не пойду на этот должность, если вы меня через шесть месяцев с позором снова выгоните. Не хочу. Либо дайте мне карт-бланш, либо ищите другого. И мне интересно, как поведет себя вот эта вот группа восьми в этой ситуации. По-моему, она уже четко проявилась. Трамп, только Трамп. Да, уже Марджер Теренгрейт сказал, Трамп, только Трамп. И вот этот хамус, который от нас ожидают демократы. Ведь вдумайтесь, демократы все как один проголосовали за увольнение Кевина Маккарти. Стоило четырем не проголосовать, и все бы это не было. Им нравится это. Им это жутко нравится. Хаос устроили они по существу. Безусловно. Ну, то есть, за снятие с должности Кевина Маккарти проголосовали все демократы и возим республикацию. Вопрос, кто устроил хаос? Давайте я вам попытаюсь по-другому объяснить ситуацию, как я вижу, если это возможно. Смотрите. У нас двупартийная система. Правильно, неправильно. Но так сложилось исторически. Причем, подчеркиваю, исторически Конституция не предусматривает никакой партийности вообще. В Конституции слово партия не существует. Соответственно, все политическая борьба, когда есть спойлер. Спойлер – это человек из этой партии, который идет отдельно. Приводит в победе противоположной партии. Например, существует такой человек… Вообще, значение «отравитель», то есть, оппозиционер, в некотором смысле. Спойлер – это, ну, как угодно перевести, спойл – это то, что портит ситуацию. Спойл фуд – это испорченная еда. То есть, то, что портит ситуацию. Смотрите, вот существует Роберт Кеннеди, по которому катком проехалась его партия, и который сообщил, что во вторник, в следующий вторник он сделает важное сообщение, и ожидается, ожидается, что он будет объявлен в себя как «индепендент». Теперь берем ситуацию. В некотором штате, допустим, в штате Иллинойс, без Роберта Кеннеди голосование было бы 51% за Байдена, 49% за Трампа. Все голоса от штата Иллинойс за президентские выборы переходят к Байдену. Теперь появляется спойлер, то есть, появляется человек от демократической партии, третий кандидат. Извольте, сейчас собака гавкает. Она красиво гавкает, пусть гавкает. Я тоже собачник. Я в гостях, я у сестры, это ее собака, моя брала, к сожалению, недавно. Вот, смотрите, и существует спойлер, который в этом же раскладе, теперь Трамп получает в этом же раскладе те же 49%, Байден получает 45%, а 6% переходит к Кеннеди, к Роберту Кеннеди. В итоге Кеннеди проиграл, Байден проиграл, и все голоса из этого штата переходят в Трамп. Вот такая гипотетическая ситуация. К чему я привожу? К тому, что во время двухпартийной системы любой раскол партии играет на сторону оппонента. То есть, эти 8 впервые за историю Америки проявили себя спойлером. То есть, выражая недовольство позиций своей партии, они расколоны партию и дали возможность победить демократов. Это последствия двухпартийной системы. Было бы у нас там много партийностей, но это было бы по-другому. Но мы живем в той мире, в которой мы живем, и тактика, и стратегия победы должна быть соответственно правилам игры. То, что устроили этих 8 бешеных, играет на руку демократам. Я впервые, может быть не впервые, но я с вами не согласен. Несколько моментов. Во-первых, я очень недоволен тем, что делают республиканцы в Конгрессе. Они могли бы проявляться, так сказать, активнее. И, кстати говоря, в начале эпохи Трампа у республиканской партии было большинство и в Конгрессе, и в Сенате. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, ну они должны сопротивляться. Ну некоторый... Это же новый стиль появился благодаря демократической партии, социалистической партии. Ну и совершенно фальшивые там действия, никак не направленные на укрепление государства, а направленные на укрепление собственной группы. Так вот, Кевин Маккартин, ну вот он начал проводить ту же политику. И, по-моему, это очень правильно, это самозащита. Республиканцы занимаются самозащитой. Это хорошо, что мы не согласны. Это нормально. Это только демократы всегда на всем согласны. Люди свободномыслящие, в силу того, что каждый мыслит свободно, приходят к разным выводам, смотря на некие факты. У них на двоих всегда три позиции. Это нормально. Это хорошо, что у нас разные позиции. И это хорошо, что наши зрители видят, что мы совершенно спокойно обсуждаем наши позиции и дискутируем. Это хорошо, это нормально. И я попытаюсь объяснить другую аналогию. Так устроена американская конституция, что это два галерника, сбежавших галер, прикованные кандалами друг к другу. И они друг друга ненавидят. Если бы не было этих кандалов, они бы друг друга убили. Это абсолютно понятная ситуация. Но если мы с вами ненавидим так друг друга, элботетически, мы прикованы кандалами, и я вас убил, я не убегу. Мне придется протащить ваше бренное тело. Поэтому вот эти кандалы, именно их наличие заставляют нас искать компромиссы и договариваться. Вот эти кандалы называются американская конституция, американское правило игры. И убеждать меня в том, что я бы его идиота убил, это замечательно. Но вы забываете, что мы живем не в идеальном мире, не в том мире, когда это можно сделать, а мы живем в мире, когда существуют определенные политические ограничения. Нам нужно договариваться с демократами. Да, мы их все не любим, мы считаем, что их позиция неверная, ведет Америку в тупик. Не надо меня агитировать против демократов, я заагитированный. У нас разница в тактике, как решить наши проблемы. Поэтому позиция Кевина Маккарти, и он был очень неплохим спикером, он был идеальным, нет, но он сделал достаточно много, но позиция Кевина Маккарти была позиция человека, который прекрасно понимает, что он к своему злейшему врагу прикован колдалами. А позиция Мэтт Гейтса, это позиция человека, который убил того, которого он прикован колдалами, проголосовал в Содружестве Демократической партии. По факту, эти страшные демократы голосовали вместе с весьми республикациями. То есть, простите, кто, это говорит о многом. То есть, по факту, Мэтт Гейтс использовал демократов, чтобы обрушить дисциплину своей партии. Вот так это называется. И давайте посмотрим, чем это закончится. Если они изберут в ближайшую неделю нового спикера, и все пошло своим чередом, ну, мы отделались там легким испугом, записали ролик и обсудили ситуацию. А что, бля, если нет? А что, бля, если это затянется на несколько недель? То есть, Кевина Маккарти избирали 15 или 17 раз, не помню. А что, если будет этот цирк повторяться еще? А что, если к концу октября у нас не будет до сих пор избранного спикера, и мы не сможем принять ни один закон, включая помощь Украины? В этот момент я хочу сделать вам предложение. Мы должны поспорить на один доллар. Я считаю, что будет избран Трамп. И единогласно, ну, в смысле, республиканцы. И вся эта дискуссия закончится. Окей. Я принимаю ваш спор, принимаю ваш спор на любую сумму. Я считаю, что вероятность такого события очень маловероятна. Ну, один доллар, хватит. Скажите, хотите, давайте на доллар, на доллар. Если есть слушающие, которые хотят поднять ставки с удовольствием. Деньги идут в помощь Украине. Мне деньги не нужны. Доллар не серьезно. Если кто-то хочет поспорить со мной или с вами в ту или другую сторону, значит, деньги идут со мной. Так я за тебя буду говорить. Деньги в помощь Украине. Ставьте ваши ставки. Давайте сто долларов. Потому что нас действительно как-то обретят. То есть я или вы отправляете сто долларов в помощь Украине. Если Трамп, ну, давайте поставим временные условия, за ближайший месяц станет спикером. Да. То есть если к пятому ноября Трамп стал спикером Палаты представителя, я отправляю в Украине сто долларов. Если я не стал, отправляю темы. Окей. Договорились. Договорились. Хорошо. Давайте на этом закончим. А то мы уже долго этим занимаемся. Я предлагаю, Сергей, ну, на следующей неделе встретиться. И потому что, хотя бы потому, что нужно нам этот спор проверить. Хорошо. С удовольствием давайте встретимся. Буду рад. Спасибо. Спасибо, что приглашали. И последнее слово. Мне очень нравится, что мы спорим между собой. Это нормально, естественно. При этом сохраняя уважение друг к другу. Ну, и это та культура политического диалога, которую мне хотелось бы преподнести в Украине. Спорить надо с позицией, что, а может быть, ты не прав, и может быть, твой оппонент прав. Конечно. Конечно. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.